И сегодня поговорим про очень-очень интересные вещи. Я надеюсь, что они будут вам так же интересны, как мне. Если меня хорошо видно и слышно, поставьте, пожалуйста, огонёчек слева от чата. Я пока представлюсь для тех, с кем не знакомы. Меня зовут Мария Докмянина, я психолог. Работаю и живу в городе Екатеринбург, ещё и детский нейропсихолог. Но и сейчас, поскольку у нас очень тесная связь у педагогов, психологов, нейропсихологов, и мы практически делаем одно важное дело, помогаем нашим деткам расти здоровыми и счастливыми, то я сегодня хочу поделиться теми методами, которые родились в русле нейропсихологии и психологии, но уже вполне прекрасно применяются педагогами в своей повседневной работе. Давайте же посмотрим. Игровая терапия. Конечно, наши дети играют с огромным удовольствием с утра и до вечера. Для дошкольников это самая важная деятельность, игра. Но сегодня мы будем говорить о том, как с помощью игры не только развеселить наших детей, не только помочь детям узнать этот большой и огромный мир, но ещё и подкорректировать те вещи, которые, может быть, не дают им быть столь счастливыми. Ну и игровые методы применяем мы все уже давно, давно больше 100 лет. Игровая терапия в арсенале психологов, педагогов, но и чуть поменьше нейропсихологов, потому что нейропсихология вообще наука молодая. Но и с помощью игровой терапии мы можем сделать самые разные вещи. Мы можем понять, что происходит с ребёночком, с его психикой, с его центральной нервной системой. Мы можем скорректировать многие вещи. Например, тревогу и страхи, какие-то поведенческие нарушения. И даже сейчас, используя наработки нейропсихологии, мы можем ребёнку помочь с помощью игры скорректировать его центральную нервную систему и головной мозг, которые по каким-то причинам работают не так, как надо. Ну и, конечно, игровая терапия в арсенале педагога даёт огромный спектр возможностей для коррекции поведения, в том числе агрессии, неуверенности, обидчивости. И огромный спектр в формировании у детей коммуникативной и эмоциональной компетенции. Давайте посмотрим, какие задачи можно решить. В работе психолога это диагностика эмоционального состояния ребёнка, это работа с разными эмоциями, точно так же сейчас в наше неспокойное время, это диагностика психологических травм у детей и ещё поиск ресурсов для преодоления трудных ситуаций в их жизни. Нейропсихологи работают с играми для того, чтобы улучшить тонус, сформировать межполушарные связи у детей, помочь детям скорректировать особенности восприятия, сенсорного развития, а ещё помочь детям наладить контроль над волевой сферой, а это значит сделать детей более дисциплинированными, собранными и целеустремлёнными. Точно так же, особенно в период подготовки к школе, важно, чтобы дети могли развить свою память, внимание, воображение, речь, мыслительные операции, это тоже всё возможно. Ну и, конечно, наши педагогические задачи, их много-много-много, и самоконтроль, и коррекция поведения, и навык действовать по команде взрослого, и много-много ещё других важных задач. В том числе уместность поведения, этикет, неконфликтность и много-много всего ещё. Почему игровые методы? Ну, потому что дети живут игрой, и когда мы ведём ребёнка в игру, то мы для него как бы моделируем настоящую жизнь. Если ребёнку говорим, что мы сейчас будем играть, то он активно включается в процесс, и результат достигается быстрее. А также дети игры любят, и когда ребёнку говоришь, пойдём поиграем, он готов на многое, он готов заниматься долго-долго и долго. Ну и, конечно, когда мы идём в игровую терапию, очень важно, чтобы обстановка была для ребёнка комфортной, чтобы была сложная ситуация успеха, чтобы мы рассчитывали сложность игр, которые детям предлагаем. Они должны быть чуть-чуть сложными, чтобы ребёнок мог справиться с ними с небольшим усилием или с небольшой помощью взрослого человека. И сейчас я хочу показать вам вот три методики использования игр. Начнём мы с нейропсихологических игр. И поверьте мне, даже если вы не обучались нейропсихологии, то вы эти игры точно знаете. Здесь в чём секретик? Секретик в том, чтобы эти игры скомбиновать в определённую программу, чтобы, учитывая работу мозга ребёнка, с помощью вот этой программы игр получать хорошие результаты. На чём строятся принципы занятий у нейропсихологов? Первый принцип – это метод, замещающий антогенеза. То есть если мы видим, что у ребёнка не сформированы какие-то навыки и функции, то мы как бы возвращаемся назад в историю его развития и думаем, а что там раньше могло пойти не так. Ну, например, если у ребёнка, который учится в первом классе, непорядок в тетрадях, и он не может, например, сделать отступ две клеточки слева, три клеточки вниз, и примеры пишут иногда вот так, вот так, и читают через строчку, мы можем предположить, что у него всё не очень хорошо с пространственным восприятием. А предположив это, мы можем ему предложить игры на формирование пространственных восприятий, и вот, о чудо, в порядках тоже, в тетрадочках тоже заводится порядок. Вот так это интересно работает. То есть для того, чтобы максимально восстановить какую-то функцию, мы уходим к началу, к тому времени, когда эта функция формировалась. Ну и второе, что мы учитываем, это учитываем работу головного мозга, в котором, образно говоря, три отдела есть. Первый отвечает за энергетику, на второй за переработку и хранение сенсорной информации, за то, чтобы ребёнок взаимодействовал с окружающим миром. А третий отдел отвечает за контроль, за контроль и за то, чтобы ребёнок был целеустремлённым. И когда мы работаем, ну, в любой программе с ребёнком, в игротерапии, то мы учитываем, вот как работают эти три блока головного мозга. И всегда начинаем с занятий на первый блок головного мозга, для того, чтобы ребёнок у нас был в тонусе, чтобы ему было хорошо. Хорошо. Связь прерывается. Насколько сильно мешает прерванная связь? Нужно ли мне сейчас переключаться на другую линию, или это вот было разовое такое? Сейчас хорошо всё. Если нормально, поставьте огонёчек. Если будет повторяться, я сделаю паузу и переключусь на другую линию. Хорошо? Итак, первый блок. Тонус, настроение, работоспособность ребёнка. И когда мы начинаем любое занятие, если вы в начале занятия запланируете какие-то игры, например, игры с ритмом, любые стихи, любые скороговорки, что-то ещё, ребёнок под воздействием этих ритмов начнёт быть более внимательным. Ну и давно-давно уже педагоги начальной школы это используют. Вы помните? Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Вот, тоже такие ритмизованные стихи, которые дают ребёнку возможность настроиться на работу. Игры с массажным эффектом. Да, вышла мышка как-то раз. И читаем стихотворение, и вот такой вот массаж себе делаем. Что ещё? Игры с переключением движения. Когда нужно по команде педагога замереть, отмереть, перейти с бега на шаг, с шага на медленный шаг, остановиться. Ну и по команде педагога тоже сменить позицию своего тела. Это игры, которые позволяют ребёночку стать чутким, внимательным. И потом, когда вы эти игры проводите, дальше уже то, что вы даёте детям, ту информацию, он будет слушать более внимательно. Ну и очень хорошо работают тоже игры на мышечную релаксацию, когда мы ребятам даём возможность расслабиться, снова сжать мышцы, расслабить. И таким образом тоже чуть-чуть привести в тонус их тело. Второй блок головного мозга. Смотрите, на любом занятии, то есть мы вот так вот поиграли, ребёнок в тонусе, и теперь мы даём какую-то информацию. Для того, чтобы второй блок головного мозга у нас работал хорошо, мы даём детям игры на развитие восприятия, на развитие памяти, мышления. И вот здесь очень важно давать игры, но как бы с ограниченными целями. Например, если мы работаем на развитие восприятия, то мы работаем отдельно на развитие слухового восприятия. Вот игра перед вами, обратите внимание, что здесь завязывают глаза, и ребёнок уже взаимодействует с этим миром только с помощью слуха. Точно так же можно взять игры, например, на зрительное восприятие отдельно. Такая игра, как «Золушка», то есть разбирать по цвету фигурки. Если фасольки нет, очень хорошо подходит лего двух цветов. Тоже всё очень даже нормально получается. Ну и здесь же создание операционных программ, то есть умение детей программировать свои действия на основе того, что происходит в этой жизни. То есть что-то изменилось в жизни, нужно перепрограммировать и сменить позицию, сменить пару, например, как в игре землетрясения, сменить положение в пространстве и так далее. Ну и второй блок головного мозга – это ориентировка в пространстве, поэтому здесь же вот во второй части занятия мы даём игры на ориентировку в пространстве. Третий блок головного мозга, он развивается постепенно. В дошкольном детстве он формируется, но ещё не до конца, окончательно формируется к 20 и выше годам. То есть с 20 и дальше человек уже владеет своей волей на 100%. Но тем не менее воля у дошкольников должна быть развита, потому что мотивация, целеполагание, умение себя оценивать как у ученика – это всё в начальной школе очень ценится. Ну и здесь мы даём игры на контроль импульсивности для того, чтобы ребёнок мог себя силой воли удерживать. Ну и, например, вот такие вот игры на тренировку сложных двигательных программ, когда мы задаём ребёнку целую серию движений, и ребёнок должен эту серию движений либо повторить, либо он должен проследить за этой серией движений, и сохраняя как бы фокус внимания. Игр таких на самом деле очень много. Где это взять? Вот два сборника, на которые ориентируются нейропсихологи. Ну, это вот наша азбука, автор Семенович, «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте». Там прям по трём блокам головного мозга расписаны упражнения, их очень много, и из них легко составить любую программу под вашу задачу. Ну и автор Праведникова, «Нейропсихология игры и упражнения». Тоже огромное количество интересных игр, которые ребятам очень и очень нравятся. Ну и чтобы это было не голословно, давайте посмотрим пример планирования работы. Поставьте, пожалуйста, огонёчек слева от чата, у кого есть дети с СДВГ в группах, ну или в классах, если вы работаете в школе. Это шустрые гиперактивные дети, с которыми очень-очень сложно сладить и педагогам, и родителям, и сверстникам. Сколько у нас огонёчков, вон сколько появилось. И да, вот как можно на самом деле облегчить жизнь самому ребёнку, воспитателю, родителям, ну и даже деткам вокруг. Давайте возьмём вот такой вот пример. Ребёночку 6 лет, он подвижный, невнимательный, плохо контролирует свои действия эмоций и импульсивен в общении с детьми, за что его дети очень сильно не любят. Не любят, избегают, у него нет друзей, ему уже очень-очень грустно и уже формируется сниженная самооценка. Ну такая вот типичная картина ребёночка с СДВГ. Ну и, например, мы делаем вот такую программу. То есть мы занятия с этим ребёночком начинаем с нормализации тонуса, первый блок головного мозга, обучаем его расслаблению. И здесь очень-очень много разных методик. Смотрите, у Семеновича там много всего есть. Это дыхательные практики разнообразные. Это упражнения на мышечную релаксацию. Это нейро-йога. На самом деле сейчас материала очень много, но наша задача здесь ребёнка научить расслабляться. Вы можете сказать, чего его учить расслабляться, он и так чересчур разболтанный. Но на самом деле, если у ребёночка СДВГ, и он носится буквально по стенам, это значит, что он переутомился, перевозбудился и не может себя затормозить. Его нужно научить себя притормаживать. После этих упражнений мы даём очень много упражнений на тренировку контроля движений и снижение импульсивности. Ну, любые упражнения, где нужно действовать по команде и по команде другого человека, ведущего себя, затормаживать. Дальше мы даём упражнения на формирование произвольности и затем уже немножко позже вводим упражнения на обучение планирования. Как это может выглядеть в реальной ситуации? Одно из упражнений на управление тонусом. Сейчас покажу смешную картинку. Вы тоже можете сделать и почувствовать на себе эффект. Если кто-то сделает, сейчас напишите, какой эффект. Смотрите, мы говорим, покажем сейчас обезьянку. И нужно плечи очень сильно поднять, а голову вот так вот в них втянуть. И держать примерно 30 секунд, очень-очень сильно сжимать. Но я уже не буду делать орангутанго. Вы можете секунд 30 ещё подержать и потом почувствовать всё прелесть этого упражнения. И после этого, после максимального сжатия, ребёнок максимально расслабляется, улучшается тонус, улучшается кровоснабжение головного мозга, ребёнок становится слышащим, более внимательным. Ну и ещё чудесное упражнение, которое дети с СДВГ, если их сильно не воспитывать, они делают сами. То есть когда ребёнок встаёт прямо и вот так вот начинает руками закручивать вокруг себя. Тоже очень хорошее упражнение, чтобы снять с себя напряжение и снять с себя вот этот избыток движений. Упражнение на контроль движений. Любые игры с переменой движения. Огонь и лёд, воробьи, вороны, коты, мыши, колдуны. Всё это у вас в арсенале есть. Просто нужно знать, что вот эти игры очень подходят для деток с СДВГ. Прямо целительно подходят. Игры на формирование произвольности. Игра, которую требуют все тренинговые группы у нас. Все группы в лагере без остановки. Любимая игра «Бабки на ключе». Выбирается ведущий бабка, он отворачивается, за ним выкладывается связочка ключей. И вся команда встаёт на расстоянии, например, 10-15 метров, как уже у вас получится. Ну и ведущий бабка говорит раз, два, три, потом поворачивается к ребятам. И в тот момент, когда ведущий смотрит, никто не должен шевелиться. Если кто-то пошевелится, он возвращается на начало игры. То есть вот здесь постоянное бег-затормаживание, бег-затормаживание, оно помогает ребенку начать контролировать свои движения. Ну и суть игры в том, чтобы команда прибежала, схватила ключи и унесла к себе туда, на свою территорию. И бабка при этом не увидела, где эти ключи находятся. Дети просто эту игру обожают. Ну и, например, игра на планирование хасты. Когда мы показываем ребенку несколько движений, и он должен повторить. Если он повторяет три движения, мы добавляем четвертое, пятое, шестое и так далее. Здесь вот как раз тренируется навык удержания в голове некого плана. Ну и поскольку третий блок головного мозга, он тесно связан с речью, с поведением, с социальностью, то можно еще ребенку с СДВГ для того, чтобы он научился хорошо планировать, вводить вот такие вот игровые моменты. Ну, например, мы с ним договариваемся. Я говорю, Дим, слушай, давай мы с тобой посоревнуемся. Если я проиграю, то я буду чего-нибудь, ну вот что-то ему предложить. Например, ему, ну вот конкретному Диме я могу разрешить играть в Лего целых 20 минут, и не буду его останавливать. Договариваемся. Например, Дима у нас целый день ни разу не бросит свои вещи на пол, а я буду все свои тетрадки на столе держать в стопке. Дима целый день не будет плакать и капризничать, а я целый день буду все просьбы ко всем детям начинать со слова «пожалуйста». Знаете, как это трудно? Дима разложит карандаши и фломастеры по коробочкам, а я приберусь на полочке с конструкторами. И вот здесь вот ребенок начинает следить за вами и начинает следить за собой, и ему очень-очень хочется выиграть. Ну и, конечно, не всегда, но несколько раз мы можем ему позволить выиграть для того, чтобы закрепить вот это ощущение победы, и для того, чтобы он понял, что он может собой управлять. Вот такие вот игры и игровые упражнения из области нейропсихологии. Можете написать «как вам», потому что обратная связь очень важна. А мы с вами сейчас сделаем такую экскурсию в область психологии и посмотрим еще два метода, которые с радостью используются психологами, но и теперь они тоже будут в вашем арсенале. Итак, первый метод называется имаготерапия. И маготерапия – исцеление образом. Метод возник в недрах психологии, самой настоящей психологии, даже не детской, а взрослой. Ну и на чем основывается этот метод? Смотрите, когда мы хотим каких-то изменений в себе или в ребенке, то нам нужно представить конечную цель. То есть, если мы говорим ребенку «ты очень трусливый, давай будь, пожалуйста, посмелее», то его мозг понимает, что ему нужно быть посмелее. Но у его тела, ну и у его психики, у его души, скажем так, нет опыта жизни смелого человека. Где ему взять этот опыт? То есть, мы словами не можем объяснить его телу, его душе, как ведет себя человек, который посмелее. Что делать? То есть, получается такая пропасть. Мы идем не знаем куда. И маготерапия эту пропасть закрывает. Каким образом? Мы создаем некий образ цели, в который мы идем и ведем ребеночка. Некий позитивный образ, к которому мы хотим прийти. То есть, мы говорим ребенку «представь себя другим человеком, наделенным другими личными качествами». И вот во время упражнения, во время игры, ты можешь пожить его жизнью. И когда во время игры, заметьте, что это безопасно для ребенка, не страшно, но он может пожить жизнью другого героя, пока он перевоплощается в этого героя, он начинает перенимать его модели поведения. И раз он ведет себя другим образом, его мозг знакомится с новыми сценариями. И если ребенок в игре видит, что вот эти новые сценарии успешны, то его мозг начинает ему помогать. И постепенно-постепенно эти сценарии пробовать в каких-то других ситуациях. Может быть, сначала легких, а потом посложнее. В чем прелесть этого метода? Он воздействует очень мягко. То есть, когда мы работаем со взрослыми, и маготерапия позволяет не залезать в раскопку старых травм. Понятно, что у нас у всех в детстве, там, в других поколениях много-много травм. Но здесь можно не раскапывать, а начинать сразу же двигаться вперед и меняться без вот таких раскопок. Очень мягкое, долгое прорастание новых качеств. То есть, они наращиваются постепенно, пробуются постепенно. Но когда они наращиваются, это уже очень такое прочное качество, которое потом не уйдет. Ну и здесь обращение ко всем трем уровням головного мозга одновременно. Поэтому нейропсихологи кивают дау и говорят, что и маготерапия – это тоже очень хорошо и действенно. В этих занятиях есть четыре этапа, и это тоже важно. Вот сейчас для вас методика проведения маготерапии. Первый этап – вживление в образ. Представь себе, что ты стал царем, рыцарем, драконом, человеком-пауком, золушкой. И когда стал этим человеком, расскажи про своего героя. Какой у него характер, какие качества, как он обычно ведет себя с разными людьми, что он любит, что он не любит, его убеждения. Для того, чтобы телесный контур как бы тоже зацепить в эту работу, можно еще попросить придумать, какая у него одежда, какая обувь, как он передвигается, что он кушает, какую музыку слушает. Короче говоря, описываем героя полностью. Следующий этап – проживание образа. То есть теперь ребенок как бы вжился в образ своего героя, и он начинает действовать от его имени. И мы, конечно, радостно ему выдаем какие-нибудь ситуации игровые, в которых он может свои новые качества нарастить. Это могут быть какие-то новые модели поведения. Ну, например, девочка чувствует себя не очень красивой, а маленьким девчонкам это тоже очень важно. А мы говорим, представь, что ты теперь принцесса. Как принцесса садится на стульчик, как спускается по лестнице, как принцесса себя ведет смело, открыто, радостно, как она взаимодействует с людьми. Точно так же, когда ребенок уже поиграет в своей роли, мы можем предложить ему какую-то проблему. Но опять помним, что работаем в зоне ближайшего развития. Он встречается с проблемой и каким-то образом ее решает новыми способами. Мы ему можем предоставить возможность в игре пообщаться с какими-то другими персонажами из своей новой роли и точно так же очень хорошо проработать новые модели коммуникации уже из этой роли. После этого, когда ребенок наигрался, идет перенос навыков в реальную жизнь. И мы говорим, смотри, как у тебя хорошо получилось. Ну, быть героем, быть принцессой, быть золушкой, хоть кем. Что из того, что ты сейчас делал, ты можешь делать в своей реальной жизни? И вот здесь ребенок задумывается и говорит, ну, это же делал я, значит, все это я могу делать в своей реальной жизни. Где ты можешь так себя вести? И тоже дети задумываются и начинают говорить, ну, вот я, наверное, попробую вот так себя вести. Ну, например, я попробую себя вести как герой при встрече с мальчишками. Что будет, если ты будешь таким же? И вот здесь в основном дети говорят, что да, это будет какая-то новая жизнь, интересная, радостная. И проиграв свою роль, они уже не выражают страха перед своими новыми действиями. Ну, и дальше уже работа не заканчивается. Когда занятие осталось позади, новые навыки начинают постепенно проникать в реальную жизнь. Постепенно движение сверху вниз – это движение от разума к телу. То есть ребенок сначала проговорил модели поведения, потом вы ему можете еще раз помогать, возвращая его туда. Ну, например, на тот, кто был в роли героя, победителя, вдруг чего-то испугался, там, птичку на участке. И вы говорите, слушай, помнишь, ты играл в героя? А как бы герой поступил в этой ситуации? И вот несколько таких повторов, и у ребенка роль будет постепенно усваиваться. Ну, и вот для того, чтобы порадовать женскую половину аудитории, имаготерапия в действии, она очень хорошо прописана в разных фильмах. Фильм «Красотка», конечно же, все смотрели. Вот она сама имаготерапия, когда героиня, играя роль дамы из высшего света, начала действовать по-другому, начала ставить перед собой новые цели, ну, и в результате изменила свою жизнь. Ну, а для дошкольников мы тоже можем предложить небольшие упражнения из имаготерапии. Несколько предлагаю вам на выбор. Упражнение «Таня плакса». Здесь мы отрабатываем умение сдерживать свой плач и прекращать плакать по своей воле. Да, то есть мы учим ребенка контролировать свои эмоции, в частности, вот эмоцию плача. Выбираю Таню. Кого-то Таня стоит в серединке, все водят хоровод, читают стихотворение, всем известное про Танечку и мячик. И пока читают стихотворение, ведущий горько плачет, ну, изображает слезы. А когда хоровод останавливается, ведущий показывает, что вытирают слезы и начинают улыбаться. Ребята очень любят эту игру, все хотят быть Танями, радостно порыдать очень громко, и потом успокоиться и улыбнуться. Вот такой вот опыт успокаивания себя накапливается. Злой человек – тоже такое очень трудненькое упражнение. Ребенку говорим, а давай ты сейчас изобразишь злого человека. Сжимай кулаки, топай ногами, рассказывай про ситуации, которые вызывают гнев. И вот это упражнение хорошо для деток, которые привыкли сдерживать гнев, которые могут быть чем-то недовольны, но никогда это не покажут. Очень хорошо, очень полезно это упражнение для тех детей, которые сдерживают свой гнев, может быть, по отношению к родителям, к старшим братьям, сестрам, к жизни в целом. То есть оно дает возможность проговорить свой гнев и дает возможность ребенку научиться тому, что свои чувства можно проговаривать. Тогда с ними проще будет справиться. «А я сегодня такой». Очень хорошее упражнение на развитие эмоциональной сферы. Дети стоят в кругу и выбирают. Первый ведущий говорит, а я сегодня такой. И показывает какую-то эмоцию. И дети повторяют. Ну, например, «Любовь Анатольевна сегодня вот такая». Здесь же можно попросить детей назвать эту эмоцию. Ну, например, «Любовь Анатольевна сегодня веселая, грустная или разозленная». И потом ход переходит к другому ребенку. Он должен показать другую эмоцию, и все должны отгадать. Ну, эмоциональная компетентность развивается. Умение слушать эмоции другого человека. Упражнение для работы с гневом. Гневная гиена. Выбираем двух водящих. Первый будет обезьяна, а второй будет гиена. Опять-таки, гиены лучше сделать детей, которые либо сдерживают свой гнев, либо, наоборот, тех, которые очень сильно гневаются, для того, чтобы вторая категория детей научилась себя сдерживать. Ну, и это такая игра достаточно активная, азартная. Когда гневная гиена ходит вокруг обезьянки и рычит, ребята должны освободить обезьянку. Достаточно ее заляпать рукой, осалить, считается, что обезьянку освободили. Ну, такой вариант ляпок, но тоже вот с использованием имаготерапии. Ну, игра на работу со страхом. Смелый заяц. Выбираем зайца, который любит стоять на стуле, ребеночка, да. Остальные дети трусливые зайцы. И заяц смелый стоит на стуле, к ним подкрадывается волк, и вот этот зайчик должен убежать только тогда, когда другие зайчики убежали. Контроль импульсивности тоже работает. Умение противодействовать своему страху и умение сдержать себя силой воли. Вот то, что касается имаготерапии. Опять-таки, вот те игры, которые я показала, они, я думаю, что вам всем хорошо известны. И таких игр мы можем сами сочинить огромное количество под задачу, которая нам нужна. И с этими играми вместе с ребятами прорабатывать эмоции, умение действовать в каких-то обстоятельствах, умение сдерживать себя, умение быть другим человеком. Помогаем детям менять характер, помогаем детям менять какие-то остановки поведенческие. В общем, много-много всего можно сделать. И опять-таки, согласитесь, что это для детей будет веселая игра. Ну и третий раздел, о котором я хотела с вами поговорить, это трансформационные игры для детей. Здесь уже тоже источник этих игр психология. Что такое трансформационные игры? Они могут быть разными. Они могут быть настольными. Они могут быть ролевыми, то есть мы проигрываем их в большом пространстве. Любыми. Сейчас некоторые трансформационные игры пишутся в виде презентации. Дети смотрят презентацию, видят красивые картинки и какие-то действия игровые совершают. Для чего это нужно? Трансформационные игры помогают ребятам пережить какие-то кризисы, в том числе нормативные кризисы взросления, сложные ситуации, помогают найти оптимальное решение проблемы, помогают достигать определенных целей, помогают новых сценариев поведения. Но и само слово трансформационные, оно говорит о том, что когда человек входит в эту игру, с ним происходит некая трансформация, и из игры он выходит немножечко другим. Я думаю, что многие из вас взрослые в трансформационных играх принимали участие, потому что сейчас линейка игр для взрослых, она просто огромная. Ну и трансформационные игры не изобретение нашего 21 века, как может показаться. Игры возникли очень давно. Первая игра, про которую мы знаем, трансформационная игра, это Лила Чакра. Возникло у буддийских монахов. Ну и если кто-то Лилу Чакр проходил, вдруг поставьте огонечек. Ну и Лила Чакра сейчас вот в 21 веке обрела второе рождение, и сейчас очень много проводят встреч с этой игрой. И в том числе я уже вот в этом году познакомилась с вариантом для подростков. Лила Чакра для подростков. И это просто замечательная вещь для практической психологии. Но мы сейчас Лилу Чакру играть точно не будем, а мы перейдем к детским Т-играм. Есть, оказывается, и такие. Их пока еще не так много, как взрослых-то игр, но тем не менее они уже появились. Ну и давайте посмотрим, какие они бывают. Бывают настольные, их больше в этом случае все происходит на столе с фишечками, карточками. И может быть игра живого действия, когда дети входят в некий квест, выполняют задания, перемещаются по комнате, по игровому полю, но с малышками все-таки лучше проводить настольные игры. И вот про них я сейчас расскажу. Эти игры я все использовала. Могу ручаться, что с ними работать очень хорошо и удобно. Ну давайте начнем. Первое – это «Неправильная страна». Автор Ольга Хухлаева. И эта игра помогает нам корректировать поведение. Причем двух крайних точек. Слишком робкого и деструктивного. В этой игре есть набор карточек, которые сгруппированы по темам. Может подойти для старших дошкольников и младших школьников. Потому что здесь есть темы, которые связаны со школой, а есть темы, которые подойдут и ребятам-дошколятам. Что можно сделать с этой игрой? Мы даем детям какую-то ситуацию из игры. И дети должны дать неправильный ответ, либо правильный. Смотрите, если у нас ребенок слишком робкий, мы ему говорим, ты сейчас даешь неправильный ответ. Для чего? Для того, чтобы ребенок мог немножко раздвинуть свои границы и понять, что ему все-таки много позволено. Не только то, что он себе позволяет. А если это ребенок, у которого надо корректировать поведение, мы можем сказать, а ты сейчас дашь правильный ответ на эту ситуацию, и как ты считаешь, как нужно себя вести. Следующая игра называется «Семейные секреты». Вот такое вот у нее интересное название. Область применения семейные отношения. И вы можете применять это в работе с семьей. Но точно так же вы можете с этими карточками работать и с ребятами. Добрый день, Абакан. У нас люди присоединяются. Еще очень здорово. Вот. Что здесь можно сделать с этой игрой? Можно понять вообще, что на душе у ребенка. Можно понять, как он относится к своей семье. Можно понять, кто он в семье. Много всего можно понять. И когда ребенок получает такую карточку, он должен каким-то образом найти выход из ситуации. Ну, например, сладости мне всегда мало. Ребенок говорит, ну да, мало, конфеты люблю вообще очень сильно. Что ты можешь сделать в этой ситуации? И дальше уже начинается анализ поведения. Копилка возможностей. Тоже потрясающая игра. Авторы Мухаммад Тулина и Татьяна Ушакова, которая очень любит разные игровые методики для детей делать, сочинять и давать нам, психологам и педагогам. Это игра на развитие социального интеллекта, повышение уверенности в себе. Здесь есть карточки с тайными заданиями. Добрый день, Екатеринбург. Добрый день, земляки. Рада очень, что вы здесь находитесь. Карточки с заданиями для каждого возраста. Обратите внимание, что у них рубашка разная. То есть рубашка – это уровень сложности. Зеленый, желтый, синий. Вы можете выбрать соответствующий уровень сложности и работать только теми партнерами, которые были по большому возрасту. То есть, в том числе, у нас есть карточки с подростками. Что, как здесь происходит работа? Ребенок получает тайное задание, сложную какую-то ситуацию, и он должен найти выход из этой ситуации. Ну, например, у тебя вчера потерялась кошка. Ты так переживаешь, что не можешь в школе ни на чем сконцентрироваться. Ну, вот взяла школьную такую, да. Что ты можешь сделать? Какие у тебя есть возможности? Что нужно сделать, если у тебя потерялась кошка? Ну, и когда мы с детьми работаем в круге, один ребенок начинает свои варианты говорить и понимает, что все тянут руки, конечно же, и говорят, а вот еще можно сделать это, можно объявление расклеить, можно просто подождать, можно успокоиться, потому что кошка придет, и начинается вот такой обмен опытом детский, что делать в разных ситуациях. Ну, и для того, чтобы создать игровую ситуацию, обычно вводим в больную систему. Так, секундочку. Так, связь остановилась или нет? Так, я на связи. Если меня видно, поставьте огонечек мне, пожалуйста, если видно и слышно. Восстановилась, да? Видимо, все наладилось. Все, вижу, что все вернулось хорошо, спокойно. Вот, а для того, чтобы создать игровую ситуацию, мы вводим баллы за ответы. Ну, то есть, дал ответ, получил балл. Ну, и начинается некое такое соревнование, кто больше баллов наберет. Можно играть команда на команду, вот как вы хотите, можно семьями играть, тоже очень хорошо. Для маленьких, пугливых детей можно поиграть в такую игру. Вот для них предназначена игра «Опасности волшебного леса». Автор Ольга Хухлаева. Работа со страхами. И это очень смешная, классная игра-ходилка с карточками и заданиями. Делаешь задания, проходишь дальше. Ну, и здесь, чем игра эта хороша, тем, что страхи достаточно смешные. Какой-нибудь вот злюкодав перед вами, тот, которого не очень-то можно бояться, зато над ним можно посмеяться. Ну, и ребенок выбирает какой-то вариант, делает задание и проходит дальше. Понимает, что страшного мало. Ну, и обожаемая, любимая мною игра, которая называется «Лепешка». Игра на самом деле потрясающая. Автор Гюнтер Хорн. Она есть в готовом варианте. В коробочном ее можно купить. Но на самом деле многие педагоги-психологи ее просто рисуют. Вот на дальней иллюстрации вы видите поле для лепешки. Сейчас расскажу, как вбрать в эту игру. Вообще начнем с того, чем она хороша. Прежде всего, это отработка агрессии. Причем результаты после лепешки, они просто какие-то удивительные, они мгновенные. То есть проводишь лепешку, и на следующее занятие приходят дети, владеющие этикетом, и дети, которые четко сохраняют личные границы другого человека. То есть как только в группе начинается какая-то конфликтная ситуация, играйте в лепешку, и все будет очень хорошо. Здесь же умение отставить свою точку зрения. Здесь же представление об этике, этикете. Ну и как это играется? Для начала каждый игрок делает себе фигурку. Вот на ближней к вам иллюстрации фигурки, сделанные детьми. И это звери. То есть здесь уже такие человекоподобные, но изначально мы делаем зверей. Любых разноцветных зверей. Каждый делает свою фигурку животного. После этого мы считаем, сколько у нас игроков. И да, лучше вот эту игру проводить по подгруппам. При возможности больше 7-10 игроков уже играть достаточно сложно. Если есть возможность провести по подгруппам, тогда это просто замечательная игра. То есть они зверюшек своих сделали, и теперь мы на поле наносим клеточки, количество игроков, умноженное на 3 или на 4. Лучше на 3 для дошкольников. И каждый себе выбирает клеточку своего цвета, несколько клеточек, и закрашивает их своим цветом. Это будет клеточка, на которой фигурка в игре отдыхает. А на чужой клеточке происходят разные очень волнующие события. После того, как игра начинается, дети бросают кубики, ходят по клеточкам. И если ребенок оказывается на клеточке другого игрока, то другой игрок ему выносит обвинение. Ну, например, слон, ах ты такой-сякой, зачем ты съел всю траву на моем поле? И вот слон может повести себя по-разному. Слон может сказать, извини, пожалуйста, очень хотелось кушать, давай я тебе траву посею. Или слон может сказать, отойди с дороги, вообще я наелся, мне хорошо, ничего не хочу слушать, ты меня не победишь. И вот хозяин клеточки может со своим гостем, фигуркой распорядиться по-разному. Если все обошлось миром, а то пропускают дальше. Если же гость попался очень вредный и агрессивный, тогда хозяин клеточки может фигурку изменить или расплющить в лепешку. Это очень драматический момент на самом деле, поэтому играем в малые группы, но ребенок потом может свою фигурку восстановить снова. То есть здесь дети очень быстро обучаются тому, что можно, конечно, передраться, можно превратить друг друга в лепешки, но это не выход, потому что для того, чтобы дойти до финала игры и выиграть, нужно, чтобы тебя кто-то из других игроков сделал человеком. А для этого нужно попросить, сделай меня, пожалуйста, человеком. И если ты до этого шел по игре и вредил всем вокруг, то тебя человеком никто не сделает. Вот такая вот игра в чистом виде. То есть дети в этой игре понимают, что конфликтуя с другими, невозможно добиться каких-то своих целей. Вот, замечательная такая лепешка. Ну и да, примерно до середины игры в этой игре все радуются, все хамят друг другу, делают друг из друга лепешки, а потом к концу игры уже начинают мириться, находить связи, создавать какие-то альянсы и уже двигаться вперед к финалу игры, делая друг друга людьми. И да, еще ремарочка, если тебя сделали человеком, то ты не можешь других превращать в лепешки, ну и тебя никто не может превратить ни в лепешку, ни в зверя. Вот такая вот чудесная, очень мудрая и очень классная игра. Мы ее играем либо на бумаге, либо на большом поле. Если в группе есть, ну вот такие, мы их называем бодоматы, то есть квадратики из такой пенки разноцветной, из которых можно выложить вот такое вот игровое поле. Тогда мы играем вот прямо на самом поле. Есть другой вариант обратный, когда начинают игру людьми и заходя на клеточку другого человека, нужно с ним договориться о какой-то совместной деятельности, либо принять его условия. Если не принимаешь тебя, другой игрок может превратить обратно в животное. Описание игры я вам ссылку дала. Вы можете посмотреть по этой ссылке, пройти и увидеть игру «Лепешка». Но еще раз повторю, что в этой игре результаты, они просто замечательные. Вот таким образом устроены те игры, но и их проведение вполне, я считаю, доступны опытному педагогу и принесут одну только пользу. Ну и я оставляю свои координаты, и у нас осталось несколько минут для того, чтобы я могла ответить на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста, вопросы, тем более, что материал, он такой, я так думаю, что для вас достаточно новый. Пожалуйста, ваши вопросы. Смотрите, «Лила Чакра» в «Доу» не проходят. Я «Лила Чакра» привела в пример как первую трансформационную игру. В нее мы играем с подростками и с взрослыми людьми. Есть игра, похожая на «Лила Чакра» для деточек. Она называется «Змеи и лестницы». Но там Т-эффекта нет, трансформационного эффекта. Это просто ходилка с какими-то определенными заданиями. Так, из вкладки «Вопросы» сертификат будет. Чуть-чуть попозже вам об этом расскажут. Да, обязательно сертификат будет. Легкий вебинар. Отлично. Спасибо большое за пожелание успехов. Дорогие коллеги, я тоже желаю вам огромных-преогромных успехов. Пусть у вас у всех все будет хорошо. Пусть будет хорошее лето, много солнышка и, конечно же, синее мирное небо. Всего самого лучшего и благополучного. Ну и до встречи в новом сезоне. Всего доброго.